В небольшом летнем домике Лилии Трениной ни электричество, ни отопление. Лилия бывает здесь только во время дачного сезона по выходным. За 30 с лишним лет обзавелась небольшим огородом и теплицей. Да еще посадила на участки кедры. Их пенсионерке жалко больше всего. Вот за эти годы какие выросли, ждем, что они может быть даже урожай у нас принесут. И очень жалко вот это вот все пускать под бульдозер. Дача Лилии в садовом товариществе Поспилова на острове Русский. В ближайшее время ей и еще сотни семей придется освободить участки по требованию администрации Владивостока. Чиновники недавно объявили, что и само садоводческое товарищество и все постройки на его территории незаконны. Все члены товарищества Поспилова получили свои надела на правах аренды от Министерства обороны. Выдавалась земля, начиная с 50-х годов прошлого века, исключительно под огороды. Ничего кроме теплиц строить здесь было нельзя. Но люди постепенно обжились, построили дачные, а кто и капитальные дома в надежде на то, что со временем участки можно будет приватизировать. Семья Хрусталевых вложила в строительство своего дома больше двух миллионов рублей. Его власти Владивостока тоже обещают пустить под бульдозер. В 2012-м земля садового товарищества перешла в ведение администрации Владивостока. Теперь это зона общественно-жилого назначения, предназначенная для строительства многоэтажных домов, административных зданий, школ и детсадов. А разбивать огороды и возводить дачи нельзя. Арбитражный суд против администрации жителей Поспилова проиграли, после чего попросили помощи в региональной общественной палате. Общественники предложили главе Приморья пересмотреть утвержденный генплан Владивостока этого года и изменить статус земли в товариществе Поспилова. Арендаторы участков надеются, что пока власти думают, они успеют провести на своих дачах хотя бы еще одно лето, а там, возможно, снос их домов отменится совсем. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.